Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не было бы так смешно, если бы не было так грустно, выпрашиваете ласку у мужа. Выпрашиваю ласку у мужа. Вежитатор вопрос и Галина. Два года назад у мужа диагностировали простатит. Лечение получал и проблем с интимной жизнью до настоящего времени не было. Но вот последний месяц приходится в прямом смысле выпрашивать секс хотя бы раз в неделю. В этом случае возможно предположить измену, но работаем вместе, выходные проводим вместе. Все выходные в деревне на строительстве дома. Неужели так резко, без каких-то симптомов, может пропасть в лечении и возбуждении? Спрашиваете вы. Для своего возраста выгляжу прекрасно в отличной форме. Подскажите, что делать мне в этой ситуации, потому что измены не входят в мои жизненные планы. Но и постоянно думать, что сделала не так, тоже невыносимо. У него 47, мужа 49. Галина, вот при том условии, что ваша проблема, которой вы столкнулись, является достаточно серьезной, и вы очень мало дали именно психологической информации. Да? О том, что между вами происходит. О том, как вы общаетесь, как вы взаимодействуете. Каково состояние ваших отношений и так далее. Вы спрашиваете, могло ли так быстро пропасть в лечении и возбуждении без каких-либо симптомов. Это вопрос больше медицинский, как мне кажется. И только медики могут ответить вам на этот вопрос. Только медики могут ответить вам на вопрос, вот может ли пропасть в так быстром лечении. Со своей стороны, я, наверное, на этот вопрос ответить не могу. Но, я могу сказать, что то, что вы, как вы говорите про сети, ласку у мужа, это вполне возможно, совсем не про интим. То есть, очень часто бывает такая ситуация, что если возникает упрашивание, упрашивание, распрашивание, то речь идёт скорее больше о властье. То есть, ваш муж почему-то хочет, чтобы вы его упрашивали. Ну, потому что происходит это не проблема для интимной жизни. Если люди достаточно широких вкладов, да, то, в принципе, даже проблема с потенцией у мужчины тоже не проблема. Для того, чтобы, в данном случае, женщина осталась довольной, удовлетворённой и так далее. Это не проблема. Было бы желание и, собственно, позволяли бы, там, ценности, убеждения и взгляд. Ну, в смысле, на жизнь, на секс, на отношения. Вот. Поэтому, дело здесь совсем, как мне кажется, не в его заболевании. Если только нет каких-то, опять же, психологических аспектов, связанных, допустим, с тем, что мужчина чувствует себя из-за этого неполноценно. Ну, и, в целом, не испытывает каких-то сложностей с восприятием, а именно, вот, себя на фоне вот этих, ну, вот этого своего заболевания, как бы. Так что, скорее всего, для вашего мужа, к сожалению, это способ решить какую-то проблему свою. Для вашего мужа, к сожалению, это способ, ну, может быть, самоутвердиться слово, самоутверждение, может быть, некорректно будет звучать. Но для вашего мужа это способ что-то для себя получить. Я, естественно, не знаю что, потому что это ваш муж, и сложно однозначно сказать, что может быть. Сложно однозначно сказать, какие вещи, например, да, для вашего мужа важны, вот, что для него в целом важно. Вот, потому как, ну, мы его не знаем, мы его не знаем, я его не знаю, вашего мужа, вот. Поэтому я бы сказал, что, вот, с точки зрения психологии, да, как это обычно бывает, тут имеет место быть именно история про, вот, получение чего-то для себя. А секс используется как инструмент, рычаг, если угодно, рычаг, рычаг давления, рычаг управления и так далее. Ну, вот, не нужно думать, что ваш муж какой-то плохой, не нужно думать, что вы какая-то плохая, но, тем не менее, здесь нужно выяснять. Да, здесь нужно выяснять, не было бы, не было у вас в последнее время конфликтов, не было у вас в последнее время каких-то споров, ссор и так далее. Вообще, как часто в последнее время вы интересуетесь своим мужем? Конечно, на ситуацию может влиять то, что вы со временем вместо. Я не знаю на сколько, но на ситуацию это может влиять. На ситуацию может влиять также то, что вы почему-то сразу подозреваете измерию, и вы почему-то думаете, что сделали что-то не так. Это свидетельствует о вашей, в целом, тревожности. Это свидетельствует о вашей, в целом, неуверенности в себе, к сожалению. Вот, и, наверное, даже о неком страхе. Вот. И, соответственно, вам нужно поработать здесь с уверенностью в себе, потому что это чувствуется. Ну, в смысле, вашим мужем, да, вполне может ощущаться, что вы, вот, неуверенны в себе, да, и так далее. Вот. Следующий момент. Это просьба. Знаете, как бы... Просьба. Вполне может быть, что именно вас унижают. Вот, вполне такая ситуация может быть, что именно вас, именно вас, просьба унижают. И... Нужно учиться говорить по-другому. Не унижая, не унижая, грубо говоря, да, не унижая, не принижая себя, там, и так далее. Вот. Этому тоже можно и нужно научиться. Следующий момент. Важный тоже. Считает ли... Считает ли... Ваш муж... Ммм... Это проблемой? Ну, в смысле, вот, что он... Выбросите у него... Эээ... Эээ... Секс. Вот. Или нет? Как вы к этому пришли? Потому что раньше все было хорошо, а сейчас нет. Но... Позже очень важная история. Значит, по факту, там, у вас что-то изменилось, да, ну, получается. Вот. Конечно, вот это все существует... Это реально как бы... Ммм. Мм... Нужно преследовать. Ммм.. Хм... Если是м... Что-то изменилось. Нужно понять, что именно изменилось. Ммм... Потому что, опять же, это важный момент, ну, на мой сказать, по крайней мере. Вот, пожалуй, то, что можно было бы вам ответить. Сейчас, с точки зрения психологии и точки зрения психотерапии. Сперва нужно во всем разобраться, сперва нужно иметь полную картинку, которой сейчас, к сожалению, ну, лично у меня нет. Вот. И дальше уже можно будет говорить о том, что вы решите, как вам двигаться дальше. Вот. Потому что из этих данных, вот, ну, именно вот из вот тех данных, которые вы озвучили, из этих данных я бы сказал, что абсолютно не представляется возможным, что-то вам рекомендовать в принципе. Потому что полной картины нет. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это будет началом вашей работы над собой. желаю вам всего самого доброго и удачи. Какое об этом... Продолжение следует...